Каждый день приносят научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, всё чаще оказываются территорией заблуждений. Женщины против мужчин. Почему на Земле не прекращается битва полов? Различия между мужским и женским организмом очень большие. Как будто мужчины и женщины – это разные виды млекопитающих. Обречённые изменять. Зачем все мужчины ходят налево? Мужчина по природе своей, он в любом случае осеменитель. Его роль – вот как можно больше цветков опылить. Градус любви. Почему он полезен только для женщин? Женщина, она выглядит по сравнению с мужчиной, потому что мужчина теряет свою силу, он теряет свою энергию. Но это даёт женщине. Планета с женским лицом. Кто двигатель эволюции? Мы временная память вида, мы слабее, чем женщины. Мы временные на этой Земле, женщины постоянно. Исчезающий вид. Когда мужчин занесут в Красную книгу. Разрушение грехомосома пойдёт в ближайшие 100 тысяч лет. Принято считать, что библейская история о том, что род человеческий пошёл от Адама и Евы, не более чем красивая легенда. Однако недавно генетики из Калифорнийского университета под руководством известного биолога Алана Уилсона провели анализ ДНК жителей разных континентов и выяснилось невероятно. Оказывается, всем современные люди действительно произошли от одной единственной женщины. А значит, всё написанное в Библии про Адама и Еву имеет стопроцентное научное подтверждение. Всё так и было. И мама у нас одна. Все родословные всего современного человечества генетически, они, получается, восходят к одной единственной женщине. Предполагается, что это была представительница какой-то относительно небольшой группы человечества. И поэтому решили, по аналогии с библейскими представлениями, назвать её Евой. Метахондриальная Ева – некая прародительница всего современного человечества. Как установили учёные, жила наша мама в Восточной Африке около 200 тысяч лет назад. Именно от неё, согласно теории американских учёных, пошёл весь человеческий род. Реконструировали учёные и внешний вид первой женщины Земли. Если верить генетикам, то была наша первая мама настоящей красавицей. Кожа, скорее всего, светлая, глаза, опять же, скорее всего, светлые, с волосами непонятки, но, скорее всего, опять же, они были некурчавые. Итак, теперь, если верить уже генетикам, самая первая женщина была светлоглазой, кудрявой, хотелось бы, чтобы блондинкой и называли её генетикой в своих отчётах, естественно, Ева. Вы только представьте, такая красотка и единственная на всю планету. Вот оно, недостижимое женское счастье. Только Ева и только Адам. Однако радоваться за нашу Еву рано, потому что, как выясняется, она была, увы, не первой. Если бы американские генетики лучше знали Библию, они бы написали в своём научном отчёте о том, что проматерью всего человечества должна была стать совсем не Ева. Ведь, согласно древним библейским текстам, до Евы у Адама, оказывается, была другая женщина. История даже сохранила её имя. Звали её Лили. Согласно древнеиудейскому алфавиту Бен-Сиры, в отличие от кроткой блондинки Евы, первая женщина Адама была огненно-рыжей красавицей, но с совершенно жутким и невыносимым характером. В первый же день совместной жизни, согласно источникам, она решила установить свои правила, заявив ему, что она – такое же творение Бога, а значит, она в семье будет главной. Адам с такой постановкой вопроса, естественно, не согласился. И это был самый первый на Земле семейный конфликт, после которого первая женщина бросила первого мужчину и ушла, вы не поверите, к змею-искусителю. Древние тексты описывают, как Лилит улетела от Адама, но он пожаловался Создателю на сбежавшую супругу, и тот встал на его сторону. Создатель отправил в погоню за непокорной женой трёх ангелов. Когда те её догнали, она наотрез отказалась возвращаться к бывшему мужу. За это Создатель превратил её в демона. Возможно, первый неудачный брак Адама и стал толчком к тому, чтобы следующую спутницу для него Создатель сотворил из ребра, как силе примитивные виды. Многие исследователи уверены, что ответ на этот вопрос может быть только один – обезьяна на самом деле не предок человека. Астралопитеки жили раньше, а пятикантр позже, намного позже, около миллиона или 800 тысяч лет даже ему дают. А астралопитеки, они где-то появляются в палеонтологической летописи 4,5 миллиона лет назад. И фактически тогда вот эта стадиальность, она вся просто летит коту под хвост, извинить за выражение. То есть не вот этой стадиальности, когда такое было очеловечивание зверей, так называемое, его просто не существует. Особи разного типа жили в разные исторические и геологические времена. После тщательных анализов и исследований останков Арарина, которые удалось обнаружить французским исследователям, весь научный мир был буквально потрясён. Ведь выяснилось, что примат, живший 6 миллионов лет назад, передвигался на двух ногах. А его зубы, в отличие от клыков, человекообразной обезьяны, которая жила гораздо позже, были небольшими и прямоугольными, как у нас с вами. Более того, реконструкция внешнего облика доказала, что древний примат обладал плоским лицом, а не вытянутой мордой, как его более поздний собрат по планете. Все эти признаки свойственны именно человеку, а не обезьяне. Но тогда получается, что человекоподобные существа, сильно похожие на нас с вами, жили на планете Земля уже 6 миллионов лет назад. А человекоподобные обезьяны появились гораздо позже. Где же логика? Многие имели совершенную стопу, очень похожую на человеческую стопу. И возникает вопрос, откуда они эти осипы-то произошли? Неужели их предки обезьяны? И совершенно не факт, что это так. Совершенно не факт. И вот по строению стопы, мне кажется, что фактически в разное время, в общем, человеческие особи, которые существовали, похожие на нас с вами, они давали вот такую в результате инволюции, деградации, как угодно, вот эти вот разнообразные типы, физические типы, вот этих вот гоминид, которых ошибочно считают современная наука предками человека. Александр Белов уверен, что теория Чарльза Дарвина, в которой жизнь развивается от простых форм к сложным, несостоятельна. Просто потому, что с каждым годом археологи находят все больше останков неизвестных ранее видов человекоподобных существ, которые уже давно не умещаются на лестнице эволюции. Когда остатков стало больше, костных останков, то сразу выяснилось, что осколков от вазы гораздо больше, чтобы эту вазу склеить. Фактически, когда их всех собрали, оказалось, что очень много лишних. И вообще-то нам не нужно столько количества, чтобы подтвердить эволюцию. Именно эти лишние осколки истории человеческой цивилизации и заставили ученых самых разных стран искать новые альтернативные гипотезы происхождения, а вернее, появления человека на нашей планете. Наиболее популярную, хотя и труднодоказуемую гипотезу выдвинул известный американский ученый Захарий Осидчин. В 2001 году он опубликовал научный труд с рискованным названием «Дело об инопланетных генах Адама». В нем-то ученые и приводят доказательства того, что древний мужчина совсем не результат длительного процесса эволюции, а результат творчества разумной цивилизации, которая вывела человеческую породу искусственно, точно так же, как мы выводим новые виды собачек, лошадей или сортов пшеницы. Конечно, никакой теории Дарвина или саморазвития общества не было. Это все ерунда. То есть факт того, что первую известную письменно подтвержденную земную цивилизацию шумеров кто-то, скажем так, убыстренным, искусственным способом образовал. Свидетельство, подтверждающее свою теорию, профессор Ситчин обнаружил в текстах древних шумеров, написанных на глиняных табличках. Там упоминается, что около 400 тысяч лет назад пришельцы с далеких планет высадились на Земле с одной только целью – колонизировать ее. Но для исследования планеты им были необходимы высокотехнологичные биороботы. Для этого инопланетные гости и создали человека разумного. Поразительно, но похожую версию выдвигал и великий ученый Константин Циолковский. Я разделяю, совершенно считаю правильной теорию КЭЦ. Это теория Циолковского, нашего Циолковского, Дара Федоровича Циолковского. То есть космической экспансии цивилизации. Он считал, что жизнь во Вселенной не является самозарождением. Это может произойти на одной и двух планетах. Но, как правило, это перенос жизни из других более развитых цивилизаций. По одной из версий, внеземным колонизаторам нужна была в первую очередь выносливая раса. Поэтому изначально Землю населяли только сильными мужчинами. И создавать существ, не приспособленных к тяжелой работе, в планы инопланетных творцов не входило. Целенаправленное это воздействие или еще какое-то, ну тем не менее, это воздействие неких космических сил. Нас просто сделали подобным божественному творению из каких-то животных. При помощи генной инженерии или там половых каких-то скрещиваний интересных. Исследователи предполагают, что первые разумные земляне должны были работать в рудниках. И когда рабочей силы не хватало, пришельцы клонировали их, наделяя собственными знаниями. Это объясняет, откуда у древних цивилизаций так быстро появилась письменность и медицина, астрономия и металлургия, глубокие познания в геологии и минералогии. Это были клоны. Они все были заряжены, ну как сказать, с одной хромосомой, с одной этой самой. Это были очень чистые клоны. То есть чистые в том смысле, что они, например, могли жить сто лет. Двадцать лет, до двадцати лет они воспитывались, потом работали. Если предположить, что все это действительно так, то возникает вопрос. Откуда родом были наши космические создатели? И хотя это больше похоже на фантастику, но многие исследователи уверены, что они жили от нас совсем недалеко. На планете Венера. Творцы из космоса. Кто построил дороги на Венере? Венера, Земля, Луна, Марс. Все когда-то были летаемые. Откуда прибыли наши небесные создатели? Практически у всех племен есть своя легенда о том, что их давние предки были на какой-то звезде. В 1996 году американский автоматический зонд Магеллана, следовавший Венеру, прислал на Землю просто сенсационные фотографии, которые до сих пор не дают покоя астрономам. На них отчетливо просматриваются странные объекты на поверхности планеты. Хорошо видна извилистая линия длиной около 600 километров, которая является фрагментом самого протяженного, так называемого канала Венеры. Его полная длина, по подсчетам ученых, составляет более 7 тысяч километров, а ширина чуть меньше двух километров. Он и другие венерианские каналы напоминают земные русла рек. Но согласно последним исследованиям, они образовались намного позже окружающих их венерианских равнин. Именно поэтому вряд ли эти каналы могут быть руслами испарившихся рек. Некоторые ученые выдвинули сенсационную теорию об искусственном происхождении этих объектов. Они уверены, это фрагменты древних дорог, оставленных погибшей цивилизации. Возможно ли такое? Могла ли на Венере когда-то существовать разумная жизнь? Исследователи считают, что такое возможно. Ведь когда-то Венера действительно была очень похожа на Землю. Там были воздух и вода. Ну и то, что там была не просто биосфера, но и была разумная жизнь, говорит тот факт, что на Венере была обнаружена такой же комплекс, как и в Гизе, то есть пирамиды и сфинкс. Мы знаем, что такой комплекс был обнаружен на Марсе, вот, значит, и на Луне, на обратной стороне. Вот, то есть это говорит о том, что Венера, Земля, Луна, Марс, все когда-то были обитаемые. Известно, что сегодня температура на Венере почти плюс 500 градусов. Под Солнцем Венеры расплавятся не только мозги, но и олова. Однако Венера не всегда была такой горячей. Исследования самой красивой планеты Солнечной системы показали, что много миллионов лет назад ее покрывал гигантский океан. Более того, недавно ученые получили новую порцию данных с аппарата Венера-экспресс. И это стало настоящей сенсацией. В атмосфере планеты обнаружены частички гелия, водорода и кислорода. А это значит, что на Венере была вода. Но раз была вода, значит, когда-то была и жизнь. Причем в нашей земной форме. И атмосфера, она состоит в основном из углекислого газа. Что свидетельствует о том, что когда-то там была жизнь, потому что углекислый газ – это углерод. Ну, причем жизнь очень, ну, можно сказать, обильная, потому что по оценке количества, значит, углерода и в сравнении с нашей биосферой, ну, у них где-то, получается, 800 раз больше была масса биосферы. Если допустить, что на Венере когда-то действительно существовала разумная жизнь, то почему же она исчезла? Что или кто ее погубил? Некоторые исследователи считают, что цивилизацию на Венере мог убить солнечный вихрь. Вспышки на ближайшей к нам звезде Солнца называют протуберанцами. Это гигантские фонтаны раскаленного газа, которые выбрасываются в открытый космос. Самый мощный подобный взрыв был зафиксирован 66 лет назад. Тогда ученые смогли увидеть протуберанец высотой больше полутора миллионов километров. А в 2009 году российский спутник наблюдал еще за одним выбросом из солнечной атмосферы в сторону межпланетного пространства. Десятки миллиардов тонн раскаленной плазмы двигались со скоростью несколько сотен километров в секунду. Размеры волны тогда достигли 600 тысяч километров. Именно такой протуберанец мог погубить Венеру. Если протуберанец попал, то вода сразу вся испаряется, ее не будет больше. Полеты между планетами это было обычное явление. И поэтому, когда случился на Венере такой вот казус, то часть населения смогла перебраться на Землю. И то, что на Земле у нас остатки венерианцев, они в принципе такие же, как и люди. Когда с планеты исчезла вода, произошла настоящая глобальная катастрофа. Изменилась атмосфера. Вместо водяного пара все вокруг заполонили ядовитые вещества. Древние вулканы высвободили миллионы тонн углекислого газа. Его выбросы привели к потеплению климата на несколько десятков градусов. Это привело к страшной трагедии. Когда-то цветущая планета Венера превратилась в обугленный шар. Вот эти вот вулканические извержения. Поэтому у нее в основном серная кислота в атмосфере. Облака в атмосфере и серной кислоты. Значит, у нее много сернистый газ в атмосфере. Хлорные соединения. То есть Венера, она вот такого, как бы у нее сейчас вулканической активности мы не видим. Но, очевидно, в прошлом она была очень активной. И вот сейчас одна из задач – это поиск вулканической активности. Некоторые исследователи считают, что венерианцы, жившие на соседней планете в незапамятные времена, вполне могли создать биороботов на нашей планете. То есть во многих сказках народов мира, причем не только европейских, а практически на всех континентах, есть легенды. Которые гласят о том, что вот наши предки были с какой-то одной звезды, у других народов с другой звезды. То есть вот эти легенды, они совпадают все один в один. Это примерно попадание, знаете, как 10 снарядов в одну воронку. То есть на какой бы континент ни приехали, на какой бы маленький островок в Полинезии ни высадились исследователи, практически у всех племен, есть свои легенды о том, что их давние предки были на какой-то звезде. Эксперименты создателя. Кто превратил человека в раба? Они, очевидно, были первыми царями. Вот этими царями-волшебниками, царями-богами, как их сами определяли люди. Из чего были сделаны женщины? Скорее всего, женщина – это клон мужчины. И почему мужчины рождаются гениями? Жажда открытий, жажда поисков всего нового – эти качества заложены в мужчинах на генетическом уровне. Гипотеза о том, что человек разумный появился благодаря какой-то внеземной цивилизации, при всей своей фантастичности среди ученых очень популярна. И тому есть немало причин. Особенно интересно с этой точки зрения выглядит анализ древних текстов. Например, шумерские таблички – бесспорный образец древнейшей письменности. В них человек называется Лулу. В точном переводе Лулу означает «слуга», «рак». Но чей слуга? Еще более необъяснимая вещь, которая нам хорошо известна, но мы на нее даже не обращаем внимания, просто воспринимаем как данность. Христианство – великая религия, переполненная добротой, гуманизмом и любовью к ближнимам. Но почему, согласно христианству, мы все называемся рабами Божьими? Ну что же это такое? Рождается раб Божий, венчается раб Божий, в мир иной уходит тоже раб Божий. Почему мы сами себя называем рабами? Почему человечество себя так не уважает? Это, кстати, имеет отношение ко всем религиям без исключения. Наверное, для этого должна быть какая-то очень веская причина. Смотрите, мы стараемся соблюдать заповеди, то есть жить по правилам. Но разве просто так? Нет. Потому что Создатель нас может наказать, а за хорошие поступки, наоборот, наградить. Мы паства, а он пастырь. Почему? Согласитесь, нет разумного объяснения этому сознательному и многовековому самоуничижению. Но все встает на свои места и становится простым и логичным, если предположить, что однажды, много веков назад, рядом с нами появился кто-то гораздо сильнее и умнее нас, и человечество попало к нему в зависимость. Новый хозяин, видимо, был очень строг, потому что во всех религиях так силен мотив наказания. И, видимо, справедлив. Отсюда самые старательные и послушные всегда надеются на благодать. И точно могущественен настолько, что кроме добровольного рабства, другая форма сосуществования, видимо, была для древнего человечества. Просто невозможно. Точно так же, как при всей нашей любви к домашним питомцам, они, по сути, тоже рабы наши меньшие. Почему? Да просто потому, что по-другому никак. Я знаю, что мы верили в Бога и веруем, и говорим, что это Бог нас создал. Но Бог, это же инопланетяне. Он же находится и живет на небе. Он же не среди нас живет. Поэтому ясное дело, что, может быть, люди и произошли на небе. Может быть, я потом была как-то транспортирована на землю, может быть. Последователем этой теории является и исследователь из Швейцарии Эрих фон Деникин. Он убежден. Люди – генетический эксперимент внеземного разума. Мы находим тысячи подтверждений тому, что в древности землю посещали пришельцы. Это и старейшие памятники архитектуры, и легенды, и мифы народов мира. Если бы традиционная наука не закрывала глаза на множество фактов, мы бы давно приблизились к пониманию своей природы. В качестве доказательства теории инопланетного происхождения человечества Деникин приводит множество сенсационных археологических находок. Например, вот этот шестиметровый рисунок на плато Тасили в пустыне Сахара. Обратите внимание, изображение, выбитое прямо на скале, напоминает человека в скафандре. А вот эта фреска высотой 8 метров найдена там же. На ней еще одно человекоподобное существо. Его головной убор тоже похож на космический скафандр. Таких рисунков в пещерах Тасили обнаружено больше сотни. И все они датируются шестым веком до нашей эры. Если верить официальной науке, уровень развития человека на тот момент просто не позволял создавать такие монументальные рисунки. А значит, в далекие времена к нам действительно могли прилетать инопланетные гости. Они, очевидно, были первыми царями. Вот этими царями-волшебниками, царями-богами, как их сами определяли люди. Они обучали их письмо-усчету, каким-то первоначальным наукам, ремеслам. О чем сохранились в каждой такой мифологической системе очень четкие представления. Какое-то время они еще пользовались, наверное, своей техникой. В Аммахабхарате знаменитое описание колесницы. В Ромаине описание колесницы воздушной. Причем там даже описано горючее. Более того, ученые попытались восстановить эту колесницу. То есть они создали модель, которая похожа на нее. Знаете-ка, что было топливом для этой колесницы? Вода. Если вспомнить, что она состоит из водорода, чрезвычайно горючего, и кислорода, который тоже ничего так себе гореть может, то все встает на свои места. Единственное, мы не научились еще разделять воду. Мы только мечтаем об этом. В качестве выхлопа такого летательного средства было бы, например, кислород. Знаете, какая прелесть, да? Посмотрите внимательно. Эти снимки сделаны на севере Италии, в долине Валькамоника. Местные жители называют рисунки воинами Камоники. Как и на африканских скалах, на стенах пещер начертаны загадочные образы, вокруг голов которых лучатся нимбы, похожие на шлемы с антеннами. Но, в отличие от рисунков пустыни Сахара, этим изображением не две с половиной, а почти десять тысяч лет. История утверждает, в те стародавние времена человеческая цивилизация только зарождалась. К тому же поразительное сходство со скафандрами из современного мира наталкивает на мысль, что древние люди не просто выдумали, а срисовали космических людей с натуры. Совершенно очевидно, что наши предки сталкивались с НЛО. Они зарисовывали и записывали свои наблюдения. И в наши дни мы имеем возможность ознакомиться с этими свидетельствами. Согласно гипотезе швейцарского археолога Эрика фон Деникина, древний мужчина – это результат искусственного выведения инопланетными мичуринцами. Так мы сегодня выводим бройлерных кур. Но если следовать логике швейцарца, откуда тогда взялась женщина? Последователи фон Деникина предполагают, что женщину могли создать точно так же, но используя в качестве первородного материала ДНК мужчины. Не об этом ли свидетельствует библейская легенда Орибрия Адамова? Версия, конечно, фантастическая, но, согласитесь, не лишенная логики. Многие мои коллеги, кто-то явно, а кто-то шепотом говорят о том, что, скорее всего, женщина – это клон мужчины. Путем разных вмешательств в ДНК кто-то мог создать женскую особь из мужских клеток. Некоторые следователи с этим не согласны и выдвигают свою просто сенсационную версию. Они уверены, что инопланетные гости действительно вначале создали сильную и выносливую особь для тяжелой работы. А когда миссия на Земле была окончена, они просто оставили своих биороботов на планете. Древние мужчины оказались на грани вымирания и были вынуждены искать новый способ продолжения рода. По версии исследователей, лучше всего в качестве партнерши для размножения подошли обезьяноподобные существа, обитавшие на планете. Так первые мужчины заставили будущих женщин буквально встать с четверенек на ноги. Избранные самки постепенно очеловечивались, а оторванные от родной цивилизации инопланетные мужчины деградировали. Утратив большую часть прежних знаний, их потомки стали первобытными мужчинами. Так появился Homo sapiens. Это значит, что Дарвин был прав, создав свою теорию происхождения человека от обезьян. Только он не мог предположить, что его эволюционные идеи, возможно, распространяются исключительно на женщин. По строению человечества или в его происхождении участвовали, возможно, и какие-то космические силы, возможно, космический разум. Но даже если бы он и творил здесь человечество, то он творил его на основе млекопитающих, которые здесь были. То есть на основе тех животных, которые здесь живут, которые привыкли к нашим условиям земным. Несколько лет назад американские антропологи провели интересный эксперимент. Они сопоставили скелеты пещерных мужчин и женщин с останками древних обезьян. Ученые были поражены. Судя по костям, первобытные женщины передвигались, как обезьяны, на четырех конечностях. В то время как мужские скелеты свидетельствовали, что их обладатели были прямоходящими. Это удивительное открытие косвенно подтверждает, что мужчины могут быть действительно существами с других планет. Так может в этом и есть причина такой поразительной разницы между двумя половинками человеческого рода. И именно происхождение виновно в том, что нам иногда кажется, будто мужчина и женщина – существа с разных планет. Предположение о том, что именно женщины произошли от обезьян, что мужчины их приручили, хотя и звучит фантастически, но в общем-то не лишено некоторой логики. Ведь различия между мужским и женским организмом даже на химическом уровне очень большие. Как будто мужчины и женщины – это разные виды млекопитающих. Теорию внеземного вмешательства косвенно доказывают последние исследования ученых. Оказывается, гениальность и интеллектуальные способности мужчин заложены в них изначально. Они действительно чаще становятся первооткрывателями, изобретателями, гениальными учеными, поэтами и музыкантами. Вот и получается, что тысячи лет назад высокоразвитая цивилизация, которая создала мужчину, наделила его огромными знаниями. И гениальность сильного пола – ничто иное, как возвращение к своим истокам. Жажда открытий, жажда поисков всего нового – эти качества заложены в мужчинах на генетическом уровне. Именно поэтому мужчины чаще становятся учеными, поэтами, художниками. Я думаю, да простят мне женщины, если бы не было этих качеств именно у мужчин, то общество до сих пор бы жило в каменном веке. Споры в научных кругах продолжаются до сих пор. Но в одном ученые сходятся. В генах первых мужчин и женщин была заложена генетическая программа, которая даже спустя тысячи лет определяет развитие и поведение каждого из полов. И изменить эту программу человек не в силах. Существует определенная программа, какой-то, ну, условно, генетический код, в котором все записано. И перспективы развития данного организма, который живет в настоящее время, и перспективы, которые он будет претерпевать в последующие годы. Обязательно существует программа, и эта программа определяет эволюционное развитие живой материи. Состоятельность этой теории подтверждает результат необычного исследования, которое провели голландские ученые. Они выяснили, что всего миллисекунды необходимо мужчине, чтобы принять решение, нравится ли ему женщина и годится ли она в потенциальные спутницы. Такой рекорд оценки человека по внешним данным ученые зафиксировали в ходе эксперимента, в котором участникам давали фотографии разных женщин. От красавиц до дурнушек. Результат показал, как только взгляд мужчины падал на привлекательную особу, он тут же отвлекался и забывал о задании. Это означает, что первый подсознательный выбор в пользу красотки уже сделан. По словам ученых, такое поведение диктует мужчинам генетическая программа, заложенная еще древними предками. Миром правит два инстинкта – размножение и самосохранение. Просто у мужчины, в силу его особенностей, у него инстинкт размножения, он такой вот экстенсивный, то есть ему важно свое семя оставить в как можно большем количестве чрев женских. У женщины, в силу того, что она вынашивает год этот плод, для нее скорее акцент идет на сохранении того, что есть. Еще дальше в своих выводах пошли испанские ученые. Они выяснили, что при появлении женщины мужской мозг вообще отключается. Это показал эксперимент, во время которого 80 добровольцев решали всевозможные логические задания. Сначала в одиночестве, а затем в присутствии женщин. Исследователи зафиксировали, что при появлении представительницы слабого пола все мужчины начинали думать уже о чем-то другом. В таком отключении мужского мозга, считают ученые, Виноват гормон кортизол, который в ударных дозах вырабатывается у сильной половины при виде женской красоты. При этом мужчина не может не реагировать на потенциальную партнершу. И каждый такой выброс кортизола для него настоящий стресс, сравнимый с прыжком с парашютом. Почему тогда женщина оценивает потенциального партнера совершенно иначе? Для того, чтобы хотя бы мысленно представить рядом с собой какого-то мужчину, одного взгляда ей недостаточно. По нему ведь не определишь, будет ли спутник верным, сможет ли обеспечивать ее и будущих детей. И такой подробный анализ мужских данных тоже заложен в женщине генетически. Если она видит в мужчине вот того человека, который обеспечит надежность в ее жизни, который поможет тому, чтобы ее потомство было, скажем так, обеспечено и хлебом с маслом, и икрой, и обучениями и так далее, то, естественно, она будет в таком мужчине видеть именно эти черты. Ее можно потом за это будет обвинить в меркантильности, в прагматичности. Но это инстинкт. Это инстинкт гнезда. Есть ли у библейского Адама старший брат? Выгодно, что Игорь Хромосом намного моложе, чем Хромосом на 80 тысяч лет. Кого эволюция сделала слабым полом? Вот бежит мама, его надо убить. А ей нужно и накормить ребенка, и огонь поддержать. И почему женщину тянет к мужчине? Теперь Андра – это мужчина, Гимн – это женское начало. Бесконечно ищут друг друга. Женщина и мужчина. Иногда кажется, что это пазлы из совершенно разных конструкторов. Разница между мужчиной и женщиной становится видна уже в первые часы после рождения. Девочки больше интересуются лицами и людьми, в то время как мальчики не видят большой разницы между ними и подвешенной перед носом игрушкой. Современная наука о человеке насчитала 109 различий между мужским и женским началом. И счет этого еще не закрыт. Мужчина говорит, ну ты видишь, что я тебе говорю? А женщина говорит, ну я ничего не чувствую, извини. Ну ты посмотри, что я тебе говорю. Она говорит, я же ничего не слышу. На протяжении всей истории мужчина и женщина спорят о том, кого природа создала более совершенным и кто кому должен подчиняться. Битва полов развернулась с тех пор, как человечество разделилось на две половины. И до сих пор ни одна из сторон не хочет уступать. Самое основное это противобор, что женщина и мужчина ведется на протяжении очень длительного времени. Ну грубо 700 лет спорят, кто есть приоритет в этой жизни человечества. Это мужчина или женщина. С одной стороны, мужчина это добытчик пищи, двигатель прогресса. Женщина это мать прежде всего. Это человек, способный продолжать род человечества. Почти все древние предания, легенды и мифы о происхождении человеческого рода отводят женщине роль второго плана. История ее рождения, как правило, лишена романтики и возвышенных эмоций. Так, по одному преданию, представительность прекрасной половины бог создал из мужских хвостов. По-другому, женщина была сделана из горсти ила с Нильских берегов. Часто в легендах встречается утверждение, что боги создали жену на несчастье человеку. И даже в Библии Адаму пришлось пожертвовать собственным ребром ради появления Евы. Более того, до сих пор практически во всех религиях бог – мужчина. Но так ли на самом деле второстепенно женская роль? По одной из гипотез, первая женщина жила в Восточной Африке менее 200 тысяч лет назад. И именно от нее, согласно теории американских ученых, пошла современная цивилизация. Однако мало кто знает, что более подробный анализ выявил еще одну сенсационную подробность. На основе археологических раскопок было выяснено и выявлено, что Y-хромосом намного моложе, чем X-хромосом, там на 80 тысяч лет. То есть раньше ее как таково не существовало. Объясняли это по так называемой митохондриальной ДНК. Это ДНК, которая находится в такой структуре митохондрии. Это означает только одно – Адам никак не мог быть первым человеком на Земле. Напротив, вначале появилась именно женщина. Так что сильный пол на самом деле – младшие братья по разуму в прямом смысле этого слова. Правда, тут образовалась небольшая нестыковка. Женщина сама по себе существовать не может. Ведь надо рожать детей. Но от кого? Где взять мужчину? Именно тогда ученые и выдвинули гипотезу о том, что не женщина появилась из ребра Адамова, а наоборот. Не спешите улыбаться, биологи совсем не хотят нас рассмешить. У нас 23 пара хромосомы, 23 пара – это половые хромосомы. Они предполагают, что они образуются из аутосом, из обычных клеток. Тем не менее, есть и другая точка зрения, что вот как раз мужская половая хромосома, она видоизменённая Х-хромосома. То есть у женщин две половые хромосомы ХХ, у мужчины это Х и У. И если принять вот эту точку зрения, то тогда очень многие вещи, которые нам казались странными, необычными, они как бы становятся вполне объясненными. И действительно, все человеческие эмбрионы по умолчанию зарождаются с женского пола. И только через шесть недель однополые зародыши разделяются на будущих мужчин и женщин. Половое влечение, половая ориентация, она не может быть выбрана. Сегодня мы хотим быть одним, завтра другим. То есть это даётся нам изначально. Формируется, программируется мозг человека ещё в период внутритробного развития. Под действием половых гормонов. Тестостерон развивает мозг плода в направлении мужской направленности, а его отсутствие в сторону женской направленности. Результаты последних исследований стали настоящей сенсацией. Большинство учёных сходятся во мнении, что женщина – это основная базовая форма человеческого вида. Учёные обнаружили, что превращение человеческого эмбриона в мужчину не окончательное и бесповоротное. Оказывается, у человека существуют особые гены, которые в течение всей жизни работают над поддержанием пола. И от превращения в женщину мужчину защищает всего один ген. Его называют ДМРТ-1. Такая система половой регуляции существует у всех позвоночно. Но до этого никто и предположить не мог, что пол – это неданность, которая устанавливается ещё в утробе матери и сохраняется до самой смерти. Исследователи были поражены, когда во время опыта у самцов мыши при выключении гена ДМРТ-1 мужские половые железы стали превращаться в женские. Стоит только представить, что может случиться с мужским населением Земли, если какой-нибудь токсин начнёт избирательно выключать этот опасный ген. На самом деле, как быстро это произойдёт, никто не может сказать. Потому что всё зависит от того, какие факторы будут влиять. То, что уже людей с синдромом Шерешевского-Тюрнера появляют сейчас в два раза больше, чем было в прошлом веке, это уже факт. А синдром Шерешевского-Тюрнера – это люди с одной Х-хромосомой. У них нет Y. А люди с одной Y, половой хромосомы мужской, они не существуют, они не жизнеспособны. Удивительно, но естественная организация мозга тоже женская. Его структура начинает формироваться у человеческого эмбриона на шестой неделе беременности. При этом у будущей девочки строение мозга сохранится такой, какой заложено изначально. А если это генетический мальчик, то у него мужской гормон тестостерон сформирует не только мужские половые органы, но и особую конфигурацию мозга, соответствующую таким типичным особенностям мужчины, как зоркость и ориентация в пространстве. Мальчик на свет появляется правополушарным, как женщина. Но потом в переходном возрасте идет синтез мужских гормонов, активизируется очень левое полушарие, подавляется работа правого, появляется мужчина. А у девочки появляются на свет амбидекстрами, то есть у них оба полушария работают одинаково. Но потом у них постепенно идет уже активация правого полушария, они становятся правополушарными. Вы понимаете теперь, откуда такая поразительная разница в поведении? Вот почему женщины любят ушами, а мужчины глазами. Поступки мужчин логичны, а женщин непредсказуемы. В трудной ситуации представительницы слабого пола сначала переживают проблему на эмоциональном уровне и только потом начинают действовать. В то время как сильная половина сразу что-то предпримет, а переживание потом зальет парой рюмок. Что, конечно, их не красит, но ведь, как мы уже поняли, во всем виновата природа. Это она мать вредных мужских привычек и женского прагматизма. То есть женщина, по сути дела, мыслит правополушарием в большей степени, мужчина левополушарием. Поэтому мужчина часто предпочитает абстрактное конкретному, в то время как женщина наоборот. То есть мужчина с удовольствием держит деньги в банке и считает, что это самое главное, потому что у него есть определенный счет, и он чувствует свою независимость. А женщина воспринимает пользу денег только тогда, когда она конкретно что-то покупает. И у него есть конкретная польза от потраченной суммы. Невероятно. Но недавно обнаружено, что у женщин на 15-20% больше серого вещества мозга. А это нейроны, отвечающие за основную вычислительную деятельность. У мужчин же больше белого вещества и внутри мозговой жидкости. Белое вещество позволяет лучше распределять задачи между разными отделами мозга. Внутримозговая жидкость амортизирует удары. Вот почему мужчины не боятся лезть в драку, даже если ударов по голове в ней не избежать. Все это отголоски пещерной жизни. Мужчины более, как сказать, призваны решать конкретную задачу. Вот бежит мамонт, его надо убить. А ей нужно и накормить ребенка, и огонь поддержать, и еще чем-то кого-то накормить. Наверное, это вот исторически сложилось. И генетически у нас вложено нашими предками. Вполне возможно, что в глубокой древности мужчин не было вообще. А дети были плодом однополой женской любви. Это подтверждают древние наскальные рисунки, изображающие исключительно женщин. Со временем одна из двух женских хромосом мутировала. Часть женщин, способных зачать и родить ребенка, утратила способность к деторождению. Тогда они стали исполнять в обществе роль защитниц и добытчиц. А те, кто сохранил способность рожать, выбирали их в сексуальные партнеры. Предполагается, что воинственные амазонки древнего мира – это и есть те самые защитницы в сообществе двуполых созданий. Когда женщина, которая могла родить, выбирала себе партнершу, она выбирала именно вот эту женщину-амазонку, потому что, во-первых, Таня рожала своих детей. Она ее защищала, она ее кормила, и она ей помогала воспитывать ее детей. Не исключено, что именно древние амазонки были переходной стадией в процессе разделения человеческих существ на два пола. Споры о существовании племени женщин-воительниц продолжаются до сих пор. В пользу амазонок говорит множество античных изображений женщин в образе воина. Если верить мифам, эти дамы отличались, с одной стороны, необыкновенной красотой и безупречными формами, а с другой – непривычной мускулистостью, жестокостью и слишком крутым нравом. Какими являлись хорошими охотницы? Это кто? Это менее эмоциональные, более расчетливые и более агрессивные, да? Именно вот они и были хорошими охотниками. И пошла эволюция, когда уже появился новый гормон, мужской гормон, который почти ничем не отличается от женского, только отсутствием бокового бензольного кольца. Но у этого гормона были другие функции. Он усиливал мускулистость, и он активировал левое полушарие. В итоге разделение на два пола завершилось окончательно. Появились женщины и мужчины. Многие древние народы именно так и представляли себе происхождение человека. Мотивы о неразделенных двуполых предках есть в западно-суданских легендах, в преданиях индейского племени Ленгуа в Парагвая. Об андроидах, людях, сочетавших в себе качества мужчины и женщины, писал и древнегреческий философ Платон. В его диалоге «Пир» он рассказывает миф об андрогинах, которые посигнули на власть богов, за что Зевс разрубил их пополам. Теперь андро – это мужчина-гин, это женское начало, бесконечно ищут друг друга. И их усилия, их воинственность направлены именно на то, чтобы найти друг друга. И сейчас надо сказать, что вот это тяготение между мужским и женским, оно всегда очень сильное. И сколько бы ни говорили сегодня в современном мире, что женщины стали очень активны, женщины занимались всевозможные позиции, оттесняют мужчин, и сегодня, наверное, не так нуждаются в мужчинах, это, конечно, может быть, уловки. На самом деле настоящая женщина всегда ищет того настоящего мужчину. И наоборот. Это сейчас в большинстве религий бог представлен как мужчина. Но в древности главенствующим полом долгое время считались женщины. Основная история человеческой – это матриархат от начала, так сказать, истории человеческой до четвертого тысячелетия до нашей эры. Только лишь последние шесть тысячелетий, образно говоря, пять – это господство мужчины, может быть, даже меньше. А до этого это женщины. И, надо сказать, не самое плохое было время. Не было на древних поселениях каких-либо укреплений, что свидетельствует о политической стабильности. Битва полов. Как женщина воспитала мужчину? Ну, взяла себе обезьяну, изучила, обучила, и появился мужик. Почему исчезает сильный пол? В браке чаще рождаются мальчики, а в небраке чаще рождаются девочки. Способна ли женщина сохранить земной род в одиночестве? Кто такой портальгидас? То есть женщина может родить ребенка без мужчины. Традиционно считается, что мужчина царил на планете всегда, за исключением разве что малоизученного периода первобытного матриархата. Однако последние исследования историков и антропологов показали, что женщины, например, в Древнем Египте иногда даже превосходили мужчин по степени влияния. Яркий тому пример – легендарная царица Хадшипсут, одна из самых могущественных женщин Древнего мира. И красива, и хитра. Она была очень умной женщиной, очень властной, и ей удалось стать единоличной правительницей. Она правила почти 20 лет. Это рекордный срок для женщины-фараона на сегодняшний день известный нам. Страх и преклонение перед слабой половиной человечества заставлял мужчин буквально обожествлять женщин. У многих народов до недавнего времени сохранялось поклонение богиням в женском обличье, ради которых мужчины были готовы на любые жертвы. Многие исследователи уверены – на протяжении многих тысячелетий на Земле царил матриархат. На Земле жили женщины. Им нужно было, грубо говоря, как домашнее животное, предположим, воссоздать. Взяла себе обезьяну, изучила, обучила, и появился мужик. То есть женщины созидательные, им нужен, с одной стороны, товарищ, друг и добытчик, с другой стороны, половой партнер, продолжение жизни. Такую теорию тоже можно рассматривать. И с точки зрения генетики она более близка. То есть женщины и мужчины более, так сказать, расходятся в своем генетическом коде, чем мужчина и обезьяна. Вы можете в это не верить, но, например, у народности хасов на северо-востоке Индии мужчины считаются слабым полом. Здесь все наоборот, как в чудовищном зазеркалье. Имущество наследует не старший сын, а младшая дочь. Отчество детей образуется от имени матери. Ну и самое страшное, мужчина там обязан жить в доме тещи и не имеет вообще никакого авторитета. В течение многих веков эти несчастные парни терпели такое унизительное положение вещей. Однако в последние годы вся эта история, видимо, их сильно достала. И они решили бороться за независимость от жены и тещи. Самые крутые мужики народности хасов решились на крайнюю меру и организовали движение в защиту собственных прав. Правда, я сильно подозреваю, что теща в это время была на рынке, а жена в парикмахерстве. Чем закончилась эта битва цивилизаций, пока неизвестно. Два пола – это фантастическое изобретение эволюции. Если мы заинтересованы в том, чтобы мы развивались, нам необходимо два пола. Нам необходимо два пола. И, конечно, человечество будет предпринимать все усилия, чтобы у нас остался половой деморфизм и гендерные различия. Даже сегодня в Индии сохранились признаки матриархата, в котором преимущество находится на стороне женщины. Теперь, правда, кровавых жертв уже не приносят. Но достоинства мужчин в некоторых племенах занижают почти во всех сферах. Изучая взаимоотношения двух полов, ученые обнаружили, что мужчины-подкаблучники – это не просто особенности характера. Это наследственно приобретенное качество. По большей части это наследственно приобретенные вещи. То есть мы говорим, что в семье, когда сильная мать и слабый отец, то довольно-таки часто появляется мужчина, который готов отдать лидерство. Они, конечно, будут бороться за него, но в определенный момент, так как, в принципе, они видят, например, сильные женщины, наследственная модель, будет несколько сценариев. Либо идет отказ от построения отношений, либо привлечение сильного, сильной партнерши в вашей жизни, с которой либо будет борьба, и они расстанутся, либо... Очень большое, да? А в возрасте 38-42 – 90 мальчиков, 100 девочек. Оказывается, для рождения мальчиков необходимы тепличные условия. И чем больше проблем сопровождают женщину накануне и в начале беременности, тем выше шансы у нее родить девочку. Плохая экология, мода на чрезмерную женскую худобу и даже гражданские браки – все это создает условия для перекоса рождаемости в пользу женского пола. В браке чаще рождаются мальчики, а вне брака чаще рождаются девочки. Тоже, значит, в браке, естественно, условия вынашивания беременности лучше, чем вне брака. Четвертый факт. Женщины с массой тела меньше 54 килограмма чаще рождают девочек. 98 мальчиков на 100 девочек. То есть условия вынашивания хуже, понятно, чем с нормальной массой тела. То есть, соответственно, и чаще рождаются девочки. Если посмотреть на все плюсы и минусы принадлежности к тому или иному полу, то может создаться впечатление, что высшие силы и не помышляли о равенстве своих творений. Даже жизненный путь у мужчины и женщины разной длины. Не случайно бытует выражение «У старости женское лицо». А все потому, что женщины живут дольше мужчин. Особенно эта разница заметна в России. Целых 13 лет. Средняя продолжительность жизни прекрасной половины человечества 72 года. В то время как сильному полу в среднем отводится всего 59 лет. В этом всегда винили образ жизни мужчин, которые чаще рискуют, больше выпивают, подавляют в себе гнев, подрывая сердце и нервную систему. Но недавно были обнаружены и более глубокие причины возрастных преимуществ у женщин. Известный ученый-геронтолог Владимир Шабалин объясняет это тем, что мужчины более водянистые. Как говорится, жизнь произошла из воды, вышла из воды. И когда мужчина выходил, он с собой водички немножко больше приходил. Так это образно. А на самом деле, действительно, гидротация тканей у мужчины и женщины, она имеет существенное различие. Где-то 20% на различие. То есть ткани у мужчины гидротированы на 20% больше, чем у женщины. В течение жизни содержание воды в тканях нашего организма меняется. Новорожденные, как мальчики, так и девочки, на 80% состоят из воды. К периоду полового созревания ее остается уже 60-70%. И если у женщин водная концентрация с возрастом продолжает снижаться, то у мужчин с наступлением половозрелости объем воды резко увеличивается. Примерно на 20%. И эта разница сохраняется до самой старости, укорачивая мужскую жизнь. Вода определяет вообще интенсивность жизни. Ведь есть такое выражение «corporo non agut» – не систолюта. Если тела не растворены, они не действуют. И вот наши белковые молекулы действуют в окружении воды, в водной оболочке. И чем больше эта водная оболочка, тем больше функциональной активности обладает молекула. И вот функциональная активность молекул, тканевых молекул мужчин, она где-то на 20% выше. Это значит, выше метаболизм, выше обмен веществ идет. И, конечно, мужчина в результате этого, вот такого основного биологического фактора, он, конечно, его продолжительность жизни несколько меньше. Он, так сказать, сгорает немножко быстрее. Вот почему мужчины быстрее бегают, скорее ориентируются и реагируют в сложных ситуациях. Но и умирают тоже быстрее. Это значит, что стрессы, чрезмерная агрессия, физические нагрузки и вредные привычки, которые влияют на здоровье мужчин, это только сопутствующие факторы. И то, что женщины – существа более живучие, а мужчины покидают этот мир быстрее, заложено генетически. По иронии судьбы, вода, которая дает жизнь всему живому, у половины человечества эту жизнь отнимает раньше времени. Одним из важнейших базовых биологических факторов является водная концентрация. Но ведь вода сама по себе, она пассивная составляющая. То есть вот структура белковой молекулы у мужчин, она несколько иная, чем у женщины. И эта структура и позволяет ей, этой молекулой, удерживать вот эту водную оболочку. Так значит, мужчины, как пол, более уязвимы? А ведь такими их сделала сама природа. А последние исследования поставили ученых в тупик. Они выяснили, что организм женщины постепенно готовится к тому, что мужчин не останется совсем. И надо будет полностью взять на себя мужскую роль. В том числе и в размножении. Невероятно, но уже зарегистрированы первые случаи самооплодотворения. Слабый пол как будто вспоминает свой древний опыт. Возможно, все-таки была группа таких вот существ, человекоподобных, которые и дала начало человечеству. У женщин, как американские ученые отметили, цитологи, иногда может возникать партенгенез. То есть что такое партенгенез? То есть женщина может родить ребенка без мужчины. У нее происходит развитие. И рождается ребенок. И вот примерно анализ американских цилов показал, что где-то там из нескольких тысяч, из 500 тысяч человек, два-три рождается таких, вот две таких женщины. В свое время историки долго ломали голову над загадкой египетского фараона Ихнатона. На сохранившихся изображениях Ихнатон выглядит слишком женоподобно. Высокая узкая талия, не по-мужски широкие бедра, набухшая грудь, выпуклый живот. Ученые выдвигали различные гипотезы о причинах такого телосложения фараона. Полагали, что египетский правитель страдал от редкого заболевания или генной мутации, которая сказалась на его облике. Среди гипотез было и предположение о двуполой сущности фараона. Однако подтвердить достоверность любой из версий было невозможно, поскольку обнаружить мумию Ихнатона не могли долгое время. Но в 2010 году, во время проведения ДНК-анализа знаменитой мумии Тутанхамона и еще 16 мумифицированных египтян, которые могли состоять с ним в родстве, неожиданно было сделано сенсационное открытие. Мумия под кодовым именем КВ-55, которую нашли еще в 1907 году, оказалась фараоном Эхнатоном. Исследования показали, что явной генетической предрасположенности к совмещению женских и мужских черт у Эхнатона не было. И, возможно, сделали вывод египтологи, андрогинный образ фараона – это не что иное, как дань преобразования, который проводил в Древнем Египте реформатор Эхнатон. Но этот вопрос по-прежнему не закрыт. На 6-м году своего правления решило реформировать все, что было до него. Он объявляет Атона, Солнца, единственным богом, а все остальные функции богов, а их было очень много в Египте, он берет на себя. И главная, конечно, функция – это функция плодородия. Он податель плодородия. Он начинает изображать себя немножечко с женскими чертами. Загадки эволюции. На ком природа проводит эксперименты? Женщина как бы идет следом за мужчиной, и она отбирает все нужное и важное. Откуда взялась мужская щедрость? Если женщина по своей конституции, она принимает, то мужчина как бы отдает. И почему мужчины не плачут? У женщин резко выше эмоциональной компетентности, чем у мужчин. Поэтому женщины больше проявляют чувства переживаний. Сегодня большинство генетиков и антропологов убеждены, эволюция человека завершена. Мужчина и женщина достигли своего максимального развития. Однако так ли это на самом деле? Доктор биологических наук Виген Геодокян разработал сенсационную теорию эволюции пола, согласно которой человек до сих пор продолжает развиваться. И именно мужчина на Земле – главный экспериментальный разведчик. Профессор Геодокян убежден, если бы завтра человечеству понадобились сверхинтеллектуальные способности, или, скажем, второй мозг, то сначала он бы обязательно появился у мужчины. И только спустя несколько поколений у женщины. Женщина как бы идет следом за мужчиной, и она отбирает все нужное и важное. А мужчина, он идет вперед, это эксперимент, это развитие. Но если говорить об игре хромосомы, то Геодокян называет игре хромосомы – это экологическая киеворота в геном. Получается, что природа или высшие силы создали сильный пол, чтобы сделать его главным экспериментальным материалом. Объясняя свою теорию эволюции пола, доктор Геодокян выразился так. Королева не может позволить себе бежать на первый крик моды, носить излишне авангардную шляпку. В этом, собственно, закон природы, вот то самое единство и борьба противоположностей, то есть инь-янь. То есть кто-то отвечает за динамику, за эксперименты, за изменения, это на мужской особи. Кто-то отвечает за стабильность, за сохранность, за надежность, за то, чтобы был какой-то фундамент, была какая-то основа, вот это предназначение женщины. По крайней мере, то, что заложено природой. Любой новый ген сначала попадает к мужчине, проходит апробацию, и только если естественный отбор признает его полезным, то спустя много поколений этот участок ДНК окажется в женском геноме. Иными словами, мужчины в ответе за эволюционное развитие человечества ценой собственного здоровья или даже жизни. И для успешной выживаемости человечества, убежден автор теории эволюции Пола Геодокян, просто необходима высокая смертность и рождаемость мужчин. Получается, что несмотря на всю уязвимость, мужчина каждый день, сам того не ведая, совершает подвиг, становится подопытным кроликом в экспериментах самой природы. И все во имя женщины, которая будет хранить в своем генотипе все самое лучшее, что испытал для нее мужчина. Мы временная память вида, мы слабее, чем женщины. Продолжительность жизни у нас ниже, и это нормально. Мы временные на этой земле, женщины постоянно на этой земле. И именно женщина выбирает тот генофонд, который она хотела бы передать своим детям. Именно женщина делает выбор, от кого рожать. Именно женщина делает выбор. Как показывают исследования, так называемая стрессоустойчивость чаще присуща женщинам. Несмотря на то, что внешне, мужчины кажутся более спокойными и расчетливыми. Биологически жизнь построена так, что мужчины идут всегда в самой рисковой ситуации. Мужчины склонны к агрессии, к риску, к военным действиям. И поэтому, конечно, они очень быстро вылетают. А женщины, женщины-относительницы жизни. Быть может, тысячи лет назад женщину создали с одной только целью. Быть для мужчины защитой. Создавать идеальные условия для того, чтобы он мог творить. И у сторонников этой теории есть один неоспоримый факт. В большинстве религий мира – бог мужского рода. Он создает и правит. Но рядом с ним всегда есть та богиня, которая охраняет и оберегает его. Посредством женщины появляется ребенок, посредством женщины передается информация. О развитии, то есть функция женщины – это созидание и построение отношений. Основная, она направлена во внутрь. А функция мужчины, как таково, она направлена во вне решения внешних, каких-то стратегических задач. Разные эволюционные задачи – вероятно, это одна из главных причин, объясняющих такую разницу между полами. Уже с момента рождения девочки опережают мальчиков во всем. Новорожденные девочки более зрелые, что подтверждает рентгенограмма костей. Они первыми начинают ходить и говорить. У них на два года раньше наступает половая зрелость, и на три года раньше останавливается рост костного скелета. Правда, и репродуктивный период у женщин заканчивается быстрее. Они раньше стареют, несмотря на всю косметику и омолаживающие хитрости. Но к жизненному финишу первыми приходят все-таки мужчины. Само строение тела женщины и мужчины отличается, если женщина по своей конституции она принимает, то мужчина как бы отдает. Соответственно, это сказывается и на установках. То есть у женщины установка на то, чтобы брать, то, чтобы сохранять, то есть некая стабильность. У мужчины на то, чтобы отдавать, расширяться, то есть некая изменчивость. Мы-то знаем, что даже слезы у женщин имеют совсем другую химическую формулу. Или, например, почему у мужчин одежда застегивается слева направо, а женская наоборот. Да потому, что наш мозг тоже имеет свой пол. Доказано, что у женщин более развито правое полушарие, а у мужчин левое. Женский мозг реагирует на внешние раздражения активнее мужского в 8 раз. Женщина умеет лучше приспосабливаться к ситуации, а мужчины выходить из нее. Сильная половина тщательно взвешивает все за и против и принимает логические решения. Ну, а у женщин, конечно, все наоборот. Это эмоционально-целостное восприятие. Причем вот у женщин, в отличие от мужчин, у них, наверное, много больше связей между правым и левым полушарем. Вот это выраженная, хорошо развитая интуиция. Легендарная женская интуиция, по мнению психологов, не что иное, как подсознательный анализ деталей, на которые мужчины просто не обращают внимания. Женщина способна улавливать самые незначительные интонации во взгляде, в движениях и жестах. А мужчина от природы слышит вполуха. Исследования американских ученых подтвердили, что при восприятии аудиоинформации у мужчин активируется всего одно полушарие мозга, а у женщин оба. Женщина лучше слышит. Зато мужчины легче переносят бой. Два пола живут в одном реальном мире и одновременно в разных. И взгляды на действительность. У них тоже разные в прямом смысле слова. Потому что зрительные анализаторы тоже имеют пол. Мужчины обладают контрастным зрением. Хорошо видят яркие цвета, но не фиксируют полутона. А у женщин отлично развито боковое зрение, что позволяет им подмечать все мелочи, даже не поворачивая головы. А сколько еще таких отличий? В мыслительно-творческом процессе у женщины задействованы оба полушария, то она получает определенное преимущество перед мужчиной. Она может и, скажем так, простраивать какие-то схемы, и сиюминутно на это реагировать, включать креативность, интуицию, усиливать свою наблюдательность и, скажем так, быть более, что ли, такой восприимчивой к тому, что происходит. У мужчины считается, что вот только одно полушарие, которое отвечает за логику, и он поэтому сконцентрирован больше на обработке информации по принципу причинно-следственной связи. Казалось бы, все эти различия должны играть мужчинам и женщинам только на руку. Ведь противоположности притягиваются. Но именно эти несовпадения, порой даже незаметные на первый взгляд, мешают ей и ему понять друг друга. У женщин резко выше эмоциональной компетентности, чем у мужчин. Поэтому женщины больше проявляют чувства и переживаний, хотя на самом деле у мужчин больше чувств и переживаний, чем у женщин. Но только мужчины не имеют возможности, навыков выражать свои чувства и переживания. Сегодня сложно представить мир без мужчин или без женщин. А продолжение жизни все еще миссия для двоих. И пока эта миссия выполнима. Причем женщинам иногда даже кажется, что их партнеры занимаются выполнением своей задачи слишком усердно. Об этом говорит мужская особенность – недовольствоваться одной партнершей. Но что это? Банальная ненасытность или природная установка, заложенная далекими прядками? Слабости сильного пола. Почему мужчины ходят налево? Мужчина по природе своей, он в любом случае осеменитель. Чем полезны женские измены? Женщина получает энергетическую препятку эмоционального удовольствия, а мужчина тогда теряет свою силу, он теряет свою энергию. Что делает из мужчины альфа-самца? В этот момент в кровь мужчины выбрасывается тестостерон, и ему как бы становится легче к ней подойти. Весь путь от обезьяны к современному человеку состоит из непрерывных между усобиц и войн, в которых гибли в основном мужчины. Женщины всегда были в избытке, мужчин всегда не хватало. Но обязанность обеспечить продолжение рода с воинов никто не снимал. Именно так животная предрасположенность к множеству партнерш, доставшиеся мужчинам в наследство от предков, плавно перешла в необходимость для выживания народа. Сама природа пошла навстречу мужчине, снабдив его органом, вырабатывающим основной мужской гормон – тестостерон в огромных количествах. Гораздо больше, чем нужно для отношений только с одной женщиной. Андрогены, они ведь вызывают основное, половое влечение большее вызывают андрогены. И поэтому это ведет к стремлению к полигамности, все нравятся, все женщины красивы, поэтому так и получается. Это значит, в основе, конечно, лежит генетика. По последним научным данным, мужчины обладают свойством, присущим практически всем полигамным животным. При длительных отношениях с одной женщиной у мужчины на химическом уровне возникает привыкание, и реакция на постоянную партнершу просто исчезает. При этом с другой женщиной никаких проблем не возникает. Образно говоря, как бы мужчина не любил борщ, иногда ему хочется шашлыка. Мужчина по природе своей, он в любом случае осеменитель. То есть вот есть, так скажем так, цветок, есть в нем вот эти все семена. И нужен кто-то, кто будет эти семена переносить с цветка на цветок, там, опылять. То есть вот это мужчина, это вот как некая пчелка, которая должна вот эти цветки, ну, в данном случае пчелка не оплодотворяет, но она переносит. То есть его роль, вот, как можно больше цветков опылить. Святое мужское желание опылить как можно больше чужих цветников имеет и свои исторические традиции. В восточных странах, где с особым трепетом относятся к рождению сыновей, многоженство появилось не в последнюю очередь для того, чтобы мужчины не оставались без наследников. И здесь не обошлось без тонкого расчета. Наука утверждает, что когда мужчину окружает множество женщин, и он удовлетворен женским вниманием, чаще рождаются мальчики. То есть восполняется недостаток в представителях сильного пола. И наоборот, если мужчина остро тоскует по женщине, у него, как правило, рождаются девочки. Такая вот своеобразная таблица верности. К стремлению к полигамности мужчин относиться как к части природы, конечно, нужно на это смотреть более спокойно. Не так вот, так сказать, допускать, распускать их к мужчинам, но относиться очень спокойно. Это одна из характеристик, одна черт мужчин. Еще вчера считалось, что раз уж мужчина изменяет свои партнерши, то изменить его уже нельзя. Но недавнее открытие немецких ученых стало настоящей сенсацией. Акситоцин. Специалисты из Боннского университета открыли дополнительные свойства гормона окситоцина, которые избавляют представителей сильного пола от тяги сходить на сторону. Чтобы это доказать, ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 86 мужчин. Одной половине добровольцев под видом спрея для носа ввели окситоцин, а другой – безвредный препарат. Специально приглашенные девушки пытались соблазнить участников эксперимента. Ученые были поражены. Мужчины, обработанные окситоцином, даже близко не подпускали к себе женщин, в то время как вторая группа добровольцев вовсю флиртовала. После этого ошеломительного результата ученые пообещали, что теперь постараются найти настоящее лекарство от измен на основе окситоцина. Вот только захотят ли мужчины его принимать? И будет ли он столь эффективен для коварных изменщиц? Вот у нас считают мужчина полигамен, женщина моногамна. Но это обман, потому что женщина такая же полигамная и такая же моногамная, как мужчина. Период, когда матриархата, когда все решала женщина, и все определяла женщина, и у женщины было множество мужей, значительно длиннее, чем период патриархата. Очередное оправдание изменам сильной половины человечества недавно нашли американские ученые. Исследование 180 мужчин, стабильно изменяющих своим супругам, показало, что у всех мутирован особый ген, связанный с наслаждением от секса. Как известно, экстаз возникает при впрыскивании в мозг гормона удовольствия – дофамина. А мутация гена вызвала у его обладателей слишком сильную привязанность к дофамину. Это сродни наркомании. Мужчины с поврежденным геном вынуждены постоянно искать новую дозу, то есть новую партнершу. Так и появляются беспорядочные половые связи. Рискованные погони за очередной женщиной усиливают эмоции и дозу гормона удовольствия. При этом мужчины даже не подозревают, что нарушают свой энергетический баланс. Женщина, она выигрывает по сравнению с мужчиной, потому что если идет секс ради секса, то в любом случае женщина получает энергетическую подпитку, эмоциональное удовольствие, а мужчина тогда теряет свою силу, он теряет свою энергию. Но это дает женщине. Надо сказать, что шведские ученые пришли к такому же выводу. За любвеобильность мужчины действительно отвечает определенный ген, так что ничего личного. Однако, в отличие от американцев, более раскованные шведы сделали из этого знаменательного факта вывод диаметрально противоположный. Согласно шведской гипотезе, злокачественный ген не тот, который побуждает ухаживать сразу за всеми женщинами, а как раз тот, который заставляет хранить верность единственной избраннице. Если бы мы все были такими тихонями, утверждают шведы, род человеческий давно бы вымер, и, честное слово, с этим не поспоришь. Эксперты выяснили, что мужчинам не случайно нравятся фигуристые женщины с тонкой талией и широкими бедрами. Оказывается, именно такая фигура – залог рождения детей с более высоким интеллектом. Это связано в том, что в женских бедрах содержатся жирные кислоты омега-3, которые способствуют развитию мозга матери и ребенка во время беременности. В то же время жир вокруг талии содержит большое количество жирных кислот омега-6, которые развитию мозга не помогают. Поэтому мужчины инстинктивно чаще выбирают спутницу с формами песочных часов. Конечно, у каждого мужчины есть свой типаж. Типаж женщины, который ему нравится. Но есть общепринятые характеристики. Нравятся симметричные лица, нравятся крупные глаза, нравятся женщины, которые демонстрируют то, что находится в ярком репродуктивном периоде. То есть она может родить ему здоровое потомство. При этом сама природа толкает женщину в мужские объятия, устроив так, что женский гормон эстроген снижает способность организма сжигать жиры. Эти излишества откладываются как раз в нужных местах ниже талии. И все для того, чтобы мужчина не прошел мимо такой дамы. Два пола – это фантастическое изобретение эволюции. Если мы заинтересованы в том, чтобы мы развивались, нам необходимо два пола. Нам необходимо два пола. И, конечно, человечество будет предпринимать все усилия, чтобы у нас остался половой деморфизм и гендерные различия. Психологи выявили и еще одну интересную особенность. Помимо внешних данных, для мужчины не менее важна первая реакция женщины на его появление. По статистике, если мужчина увидел женщину, которая ему нравится, в течение 40 секунд он посмотрит на нее снова. И даже легкий поворот ее головы способен вызвать бурные химические процессы в мужском организме. В тот момент, когда он посмотрел на нее, и она прореагировала как-то, ну, например, в жестом прихорашивании волосы погладила, да, провела по руку или как-то там запястье, для него это сигнал подсознательный, что женщине он понравился. В этот момент в кровь мужчины выбрасывается тестостерон, и ему как бы становится легче к ней подойти. То есть тестостерон отвечает за напористость и за смелость. На грани вымирания. Что угрожает сильному полу? Попадание в наш организм соединения с эстрогеноподобным эффектом, то есть эффектом женских полугормонов. Например, это фталаты из упаковки питьевой воды. Почему женщине повезло больше, чем мужчине? Все деградации ИХ-хромосомы намного медленнее. То есть ИГР-хромосомы, она разрушается в 7-8 раз после чего Х. С самого рождения человека природа регулирует баланс между двумя полами. В течение первого года смертность среди мальчиков на 25-30% выше среди девочек. Поэтому на каждые 100 представительниц слабого пола рождается 105 будущих мужчин. Таким образом, природа как бы гарантирует, что в репродуктивном возрасте всем невестам хватит женихов. Но почему тогда на всех женщин мужчин все равно не хватает? Закономерность это или ирония судьбы, но то, что сделало мужчину мужчиной, его и убивает. Ученые с тревогой констатируют, мужская ИГР-хромосома, которая определяет рождение мальчиков, сильно деградирует. Идёт очень быстрое разрушение ИГР-хромосомы. То есть считается, что раньше было где-то порядка полутора тысяч генов в ИГР-хромосоме, а осталось 78. В женской было около 4000, а осталось где-то 1080. То есть идёт деградация ИХ-хромосомы намного медленнее. То есть ИГР-хромосома, она разрушается в 7-8 раз быстрее, чем ИКС. В деградации ИГР-хромосомы виновата прежде всего сильное ухудшение экологии. Радиоактивность, загрязнение воды, почвы и воздуха вредными химическими веществами разрушает гены уникальной половой хромосомы современных мужчин. Ну а в последнее время, конечно же, присоединились такие факторы, как высокочастотные электромагнитные колебания, излучаемость сотовыми телефонами, например. Известный фактор, да. Перегревание половых желез у мужчин вследствие длительного многочасового сидения за рулём. Это уже присутствует. Попадание в наш организм соединения с эстрогеноподобным эффектом, то есть эффектом женских половых гормонов. Например, это вталаты из упаковки питьевой воды. Медики озадачены. За последние 50 лет концентрация половых клеток у мужчин снизилась в два раза. Мужская хромосома теперь не просто значительно меньше женской. Она скорее стала похожа не на Y, а на маленькую букву V. И восстановить утраченные гены, увы, невозможно. Природа это не предусмотрена, а наука пока ничего не придумала. Y мужская хромосома, она не парная, в отличие от X хромосомы, которая парная. И при делении она не восстанавливается. И вот все эти дефекты, мутации, которые возникают в этой Y хромосоме, они накапливаются из поколения в поколение и могут привести к её разрушению. Почему, значит, вот это изобилие тревог? Как это ни печально, но несовершенство мужского организма оказывается сильнее самой природы. Даже гормоны играют на стороне женщин. Женский гормон эстроген помогает устранять плохой холестерин, тем самым защищая дамское сердце от сердечных болей. Напротив, тестостерон, вырабатывающийся в организме мужчины, иногда оказывает нам медвежью услугу, принуждая сильную половину проявлять склонность к неоправданному риску, ну и, в общем, ко всем остальным мужским глупостям. Косвенным доказательством является и давнее наблюдение. Девушкам чаще обычного нравятся мальчики-хулиганчики. А вот замуж они предпочитают выходить больше, обращая внимание на уровень дохода, а не тестостерона, что далеко не всегда одно и то же. Женщины больше предположены к спокойной, скажем так, домашней или офисной работе. А мужчина, он, кто там, каскадёр, водитель, испытатель, там, значит, лётчик, какие-то там, на химических производствах больше его, как правило, участвуют. Это вот сейчас у нас такой двигательный пружиной, который видит тестостерон и заставляет его, скажем так, действовать. Даже пресловутая женская эмоциональность служит своим обладательницам добрую службу. Вместо того, чтобы накапливать отрицательные эмоции, как это делают мужчины, женщины выплёскивают всё в виде слёз. Оказывается, вместе со слезами выходят и вредные вещества, которые вырабатываются в ответ на стресс и разрушительно действуют на организм. Не случайно, поплакав с горя, человек ощущает облегчение. Но мужчины не плачут. И это впоследствии серьёзно подрывает их здоровье. Мальчика ещё с ранних лет учат о том, что он должен скрывать свои эмоции. А женщине, наоборот, говорят о том, что она должна свои эмоции показывать. И вырастая от человека, девушка легко демонстрирует свои переживания, то есть она экспрессивна. Мужчина выглядит, как железный дровосек, как каменный лицарь, который совершенно ни из-за чего не переживает. И кажется, что вроде бы ему всё всё равно. Но на самом деле мужчины переживают точно так же. Это, конечно, не означает, что женщин вообще ничего не берёт. Просто им повезло больше, чем мужчинам. Если какой-то ген в одной женской хромосоме даст сбой, его заменит дублёр. Такой же ген из второй Х-хромосомы. У мужчин же такого шанса нет. Поэтому даже обычная простуда может поставить под угрозу их мужскую силу. Дальше, знаете, банальный грипп или ОРВИ с повышением температуры тела выключает мужчину сперматогенез немало, немного на 5 месяцев. То есть вот через течение 5 месяцев после, ну, скажем так, воспалительного заболевания, в общем-то, как бы не связанного с генитальной сферой, мужчина становится, скажем так, ну, не совсем плодовитым. Как ни прискорбно, но мужчин собственноручно уничтожают и сами женщины. Например, курящие. Установлено, что если дама курила перед зачатием, то, скорее всего, у неё родится девочка. А если всё-таки появится мальчик, то на нём продолжение рода может остановиться. Он может оказаться бесплодным. Курение во время беременности очень сильно повреждает репродуктивную систему их будущих детей, особенно сына. То есть где-то на 30-40% репродуктивные способности в будущих сыновей снижаются. Планета на грани. Какая участь ждёт человечество? Мир может стать таким миром амазонок. И есть ли у мужчин шанс на выживание? Разрушение грохромосомы пройдёт в ближайшие 100 тысяч лет. За эти 100 тысяч лет, я думаю, люди научатся исправлять любые хромосомные нарушения. Считается, что самая здоровая на сегодняшний день игрек-хромосома у африканских мужчин. Вероятно, в скором будущем именно Чёрный континент станет меккой женского туризма. Европейские представительницы прекрасного пола поедут рожать детей от темнокожих мачо. Однако последние события на Чёрном континенте, превращающие Африку в горячую точку, ставят под угрозу и здоровье африканцев. И если подведут и они, останется одна надежда. На новые технологии, которые смогут в будущем, если не восстанавливать утраченные гены мужской хромосомы, то, по крайней мере, остановить их разрушение. Однако такое спасение несёт в себе ещё большую угрозу для сильной половины человечества. Мужчины могут не понадобиться. Зачатие может происходить без мужчин. И сейчас происходит часто зачатие без мужчин. Беременность без мужчин. Во время родов мужчин не нужен. Воспитывать детей могут социальные институты. И мир может стать таким миром амазонок. Так или иначе, но процент рождения мальчиков, считают учёные, будет снижаться. Сильная половина человечества превратится в треть, затем в четверть, а потом и вовсе мужчины перестанут появляться на свет. И в этом учёные разных стран сходятся во мнении. Разница лишь в том, когда это случится. Разрушение герохромосомы пройдёт в ближайшие 100 тысяч лет. За эти 100 тысяч лет, я думаю, люди научатся исправлять любые хромосомные нарушения, синтезировать и моделировать новые виды, не только что исправить хромосомы. Нано, пикотехнологии, я думаю, что это помогут сделать. Даже не так в далёком будущем. Последние исследования учёных показывают, что женщина постепенно приближается к тому, чтобы полностью взять на себя мужскую роль в размножении. Без какого-либо внешнего вмешательства. Первые случаи самооплодотворения в женщин уже зарегистрированы. По оценкам биологов, женщины останутся без мужчин не сразу. Сильная половина человечества не вымрет в один день и даже год, а просто постепенно видоизменятся, следуя обратному процессу эволюции. Так неужели мы живём в преддверии нового мира, где нет мужчин и единолично царствует женщина? Нет и ещё раз нет, говорим мы учёным. Мужчина будет всегда и во веки веков. Так что все эти апокалиптичные прогнозы не более, чем территория заблуждений. Правда, оговорюсь, многое, очень многое зависит от женщин. Вспомним медицинские восточные приметы. Если мужчину много и сильно любят, обязательно рождаются мальчики. Но почему же тогда во все времена женщин на планете всегда было больше? Это была территория заблуждений. Я желаю вам космического счастья, вселенской удачи и вечной любви. До встречи уже в ближайшую субботу в 10.30 и в следующий вторник в 20.00. С вами был Игорь Прокопенко. Не переключайтесь.